Девушки отдыхают С самыми красивыми актрисами российского кинематографа А сам был женат дважды И, как ни странно, на одной и той же женщине Александр Евдокимович, здравствуйте Я вас сразу знал А вы? Ой, мамочки Милица Федоровна И такая красавица Он привык добиваться того, чего хочет Вот и к юбилею преподнес себе долгожданный подарок Экранизировал свой любимый роман «Три мушкетера» В собственной продюсерской компании Ему не пришлось завоевывать авторитет С первого дня коллеги обращаются к нему Исключительно по имени-отчеству К нему прислушиваются и даже побаиваются Ведь он, как никто другой, знает Что такое испытание славой И на какие ошибки она способна подтолкнуть Наедине со всеми Актер, режиссер и продюсер Сергей Жакунов Здравствуйте Рад вас приветствовать у нас Спасибо большое Знаете, я, само собой, когда жду в гости какого-то человека Читаю огромное количество самых разных материалов о нем В основном прямую речь Меня интересует интервью, которое человек давал Знаете, что меня потрясло? Я столкнулась с тем, что передо мной два разных Сергея Жакунова Вот есть один ранний И есть недавний А вы с вами про себя сказали Что вам не знакомо такое понятие Как кризис среднего возраста И значит, вы какого-то такого перелома в себе Не чувствовали никогда? Ну то есть, оглядываясь на себя в юность Вы понимаете, что ни в чем Вы не изменили, так сказать, своим каким-то качеством Нет Ничего же Ну Я стал другим человеком Но постепенно И Я меняюсь с возрастом Ну, хотя что-то осталось, конечно А что осталось? Ну, в общем-то, позитивное мироощущение осталось, наверное Влеченность какая-то осталась Я по-прежнему играю в какие-то игрушки Ну В жизни В силу возраста Не в буквальной игрушке или в буквальной? Нет, ну, нет Не до такой степени Ну, а кто-то любит кораблики, знаете, склеивать Если я поживу еще лет 15, то, наверное, до этого дойдет А пока просто в игрушки для взрослых Но я очень азартно Ну, как-то я в целом вот Живу, по-моему, так же, как я и Как я и жил Мне, если честно Сейчас скажу страшное еще Абсолютно все равно, что обо мне думают С каких пор? Уже очень давно, лет 10 Я очень хорошо ко всем отношусь Это не значит, что идите вы все Нет, нет, нет Я, конечно, могу грубиянить Но, в общем, я, по-моему, относительно вежливый Человек, я полуинтеллигентный, так скажем, человек Потому что Полуинтеллигентный Потому что я из Ростова-на-Дону Все-таки, наверное, у меня есть пробелы в воспитании Какие-то в образовании наверняка есть Но, тем не менее, я все равно приличный человек Но мне все равно Мне все равно Жена дергила меня Я говорю, тебе надо ниже джинсы У тебя будет, это неправильно Здесь Я говорю, отстань от меня Мне все равно Мне правда Ну, честно Говорит, вот это От кошки волосы И надо срочно вот это Что о тебе подумать Да что обо мне подумают Все равно, что обо мне подумают Потому что обо мне думают не потому, какие на мне штаны А что я делаю Да, я много работаю И там мне не все равно Вот там мне не все равно Результат моего труда мне очень важен Мне важно, что думают об этом люди Вот это мне важно Ужасно любопытно Что становится таким стимулом этого движения Человека Это же частый путь Актер, переходящий в режиссуру Или переходящий в продюсерство У кого успешно, у кого не очень Но это, так сказать, одна из линий движения В этом карьерном росте Так очень условно это назовем Вот мне ужасно любопытно А что стало вашим стимулом? Желание власти Желание рассказать свою историю Желание выпасть из-под зависимости актерской профессии Я не испытывал ощущения, что я зависим от актерской профессии Я очень рано стал известным артистом И вы знаете, что жизнь известного артиста и неизвестного Это две разные жизни Потому что известному артисту многое позволяется Не в смысле безобразия на площадке А что там Известный артист, участвующий в фильме Близок к принятию творческих решений К нему прислушиваются То есть с ним первоначально обсуждают Как это должно выглядеть Режиссер Когда такие умные глаза восстанутся Я понимаю, что вам говорят что-то в ухо в это время Да? Вообще ничего Нет? Со мной не разговаривают У меня это только для технической связи Голос в голове? Нет, нет этого Правда, у нас это не принято Почему? Потому что я прекрасно справляюсь со своими обязанностями Бывают хорошие голоса Нет, мне говорят, когда нужно остановиться Если нужно что-то со светом или что-то погиб Вот И продюсеров вообще не было в тот момент Когда я стал продюсером У меня еще 30 не было лет У меня была травма глаза на первых гардомаринах И серьезная Собственно, она никуда не делась В качестве продолжения диагноза Мне говорят, что у меня может начаться косоглазие Довольно скоро У меня атрофия зрительного нерва Почти слепой правый глаз И я не вожу машину Врачи говорят, когда совсем глаз ослепнет У тебя начнется через два года И будет косоглазие Я на всякий случай начал искать себе другую работу В кино мне не хотелось уходить из профессии Я понял, что режиссером я быть не могу Потому что я очень молод Ничего не знаю Ни про профессию собственно Ни про жизнь Чтобы как бы настаивать на какой-то своей точке зрения Создавая фильмы А продюсером я быть могу У меня было много идей Я был известный Мне это помогало как-то Продвигать и организовывать производство Мне казалось, что Я знаю, что нужно снимать У меня была собственная Улыбка сейчас это говорите То есть сейчас вы с иронией относитесь к тому Что вам казалось Да, да Я по незнанию прыгнул в воду, конечно С берега и поплыл И в общем я до сих пор не понимаю Как я выплыл-то Второй проект, который я начал делать Назывался Королева Марго Это просто нельзя повторить Я недавно посчитал Какие бы были гонорары сейчас За серию актеров Которые снимались Это нельзя снять, короче говоря Сегодня Это невозможно Никаких денег у телевидения Я смотрю А как это вообще Как мы это сделали Это не вписывается Вот такие И ощущение профессии Пришло путь Ну как профессии Потому что у нас нет такой профессии Продюсер Но я не прекращал же сниматься в кино И я не могу сказать, что я ушел Знаете, бывают артисты Которые ходят в режиссуру Перестает сниматься актером Становится режиссером Говорят, мне не интересно Это вообще Я вырос Я вышел на другой уровень Я теперь режиссер И что-то что там В углу там Морщит лук Морщит лук Я продолжал активно сниматься Я сыграл много интересных ролей На мой взгляд После того, как я стал продюсером Уже тоже известно А вот вы в социальных сетях Нигде не участвуете И даже И даже как-то с некоторым удивлением Относитесь к своим коллегам Которые принимают участие В этом процессе А вы подозреваете, что это такой Поиск с их стороны Дополнительной популярности Вы не верите в то, что это может быть Таким, так сказать Способом общения Нет, нет Я считаю, что это Психическое нездоровье В какой-то степени Да что вы Мне кажется, что люди раздеваются Публично Люди Рассказывают об интимных сторонах Своей жизни Тому Примерно Какие-то недавние скандалы Которые были с кем-то Из моих артисток Ну вот Кто Поэтому Ко мне попадает Я вижу, как Человек сделал фотографию Будучи замужем С другим мужчиной Это попало в интернет И выложил это Не кто-то Украли там Выложил И потом удивился Что муж был удивлен То есть Я Мой головной мозг Отказывается Вообще Справляться С этим пониманием Я честно говорю Я не могу с этим справиться Я мне нечего сказать больше Это Поразительно Когда вы спросили о том Как вы любите отдыхать Вы сказали Очень просто На даче В рваном халате Отключив телефон Тоже такая Расходится картинка У меня еще тапочки рванные есть А почему? То есть вы такой консерватор Вот из тех мужчин У которых надо вот это вырвать Да, у меня жена вырывает А у меня была Знаете У меня есть одна приятница Замечательная У нее папа так любил Кепочку одну Что он носил Ну и лет 20, наверное Уже жена ее И так и всякой эдак И поняла Что ничего не сделать Как только выбросить ее В мусоропровод Просто чтобы не было больше Кепочки И чем закончилось? Вот видите Какая у вас хорошая реакция Он выбросил ее костюм туда же Который он сам же ей привез Когда-то из Парижа Он знал сколько это стоит Да Короче говоря А вы на что способны Когда у вас Вырывать рваный халат? Нет, нет Я не мстительный Нет Ну у меня вырывают Но они выкидывают Нет Ну я люблю какие-то Мне нравятся Ну какие-то старые вещи А вообще Какие-то шорты Драные есть Я сразу никому не обязан Ничем Если я не при Параде Значит я вот Такой какой я есть Потом бывают Очень удобные Знаете там Всякие тапочки Они Изнашиваются А следующие тапочки Неудобные И следующие неудобные А те удобные Ну и что же я должен мучиться Потому что те старые Эти новые Ну какая-то ерунда Я еще раз говорю Мне совершенно все равно В чем Да Как я Мне Удобно И все Ну давно В Ростове Жена прилетела К родителям И я вот С дачи как ехал В этих тапочках Пришел в аэропорт У нас рядом был Совсем там С аэропортом Дача была рядом С аэропортом И там Десять минут езды Я приехал И она сказала Отойди от меня Отойди Вы вообще сказали Что вам для жизни Достаточно рама Для велосипеда Да Ну это какие-то Красивая цитата такая Наверное Максимы такие Знаете Да Но Слушайте Вот любопытно Ведь у каждого человека Есть какой-то свой стимул Для того Чтобы развиваться дальше В конце концов Деньги пресловутые Которые так там много Обсуждают Не только в связи с вами А вообще как Вот Быть богатым Не быть богатым Вот к чему стремиться И прочее Конечно Ужасно Когда происходят Какие-то перекосы Но деньги в конечном итоге Это тоже один из стимулов Хотеть А что ваше стимул? Деньги сами по себе Никакой не стимул Деньги это Ну для кого-то Эквивалент Для вас нет Для приобретения чего-то Вот это чего-то Может быть стимулом Хотеть что-то Что можно купить за деньги Это интересно А что бы вы купили за деньги? Ну я не знаю Я сейчас Кто-то недвижимость Кто-то путешествие Кто-то Ну одежду понятно что нет Что вы не будете Ну почему нет Я охотничаю Одежду себе покупаю Ага Там сапоги еще лежат Что-то дома Что-то на даче А что-то Она говорит Ну очень много как-то Я понимаю Что уже все А мне надо еще Потому что ну Не хватает Ну вот охотник Это звучит гордо Я бы сказала Оружие Оружие Там же нет предела Это вообще-то Это даже не автомобили Знаете Это уже Это серьезнее Это диапазон от ничего До стоимости самолета То есть вот И И можно двигаться По этому пути До бесконечности Это страшно Теперь ясен стимул Для чего вы работаете Для охоты Но Если охотник Никак не расходится Так сказать С внешним впечатлением О Сергее Жгунове То садовод Человек Который растит цветы Вот в этом самом Рваном халате На даче Ну что Я люблю растения Это круто Я люблю Я очень люблю растения У меня папа любил Сажать все И я тоже люблю сажать Оно растет У меня все растет То есть сейчас у вас сезон Самый Обострение вы хотите Нет Нет То есть вы сейчас А вы какой садовод Вы вот видите где-нибудь Например Экзотический цветок И говорите Мне надо Достаньте семена И где я буду выращивать У нас зона Неустойчивого земледелия У меня есть правда Кусочек в Крыму Но Там уже нет живого места То есть туда уже Посадить больше ничего нельзя Все что можно было посадить Они уже растут Каждый сантиметр Они растут уже вот так у меня Там да И У нас там есть магазин Где продают Значит И Никитский ботанический сад Рядом Где тоже продают Семена Нет Ну растения Растения И я прихожу И я понимаю Что мне это очень нужно Мне эта хурма нужна очень Потому что у меня хурмы нет И я понимаю Куда я ее посажу У меня там клочок земли буквально И все засажено Я так страдаю Я наверное буду подпорную стенку Сейчас пытаться строить Насыплю туда земли Ну что там склоны у меня есть Чтобы расширить зону земледелия И туда еще Еще 5-6 деревьев Слушайте Я-то думала Вы только на цветах специализируетесь А вы У вас плодоносит деревья Нет Я деревья сажаю Я декоративные деревья Я люблю А что самое уникальное Экзотическое Присутствует в вашей коллекции Гранат Плодоносит Да Мелко правда Крымские гранаты мелкие Инжир там чудесный Инжир Ну как Персики Там здорово Там все растет Зизифус Еще есть такое растение Я ждала Я не знаю этого названия Какого-нибудь замечательного Я его не посадил Зизифус Это кто? Это финики крымские такие А вы урожай-то собираете или нет? Я часто туда езжу Нет Там виноград у нас чудесный Нет Там все растет Мы туда часто ездим И когда урожай Мы тоже его собираем Едим Варенье варят Варенье не варят Они заставить их нельзя Эти женщины Которых у меня полный дом Сережа, а вы готовите? Да Слушайте, да вы какая-то мечта Это еще одна сторона вопроса Еще одна Это проблема Почему? Ну потому что я По выходным готовлю А семья страдает Потому что я готовлю масштабно Ну во-первых, за мной Потом надо убирать Видимо Два дня Ну это нормально, да Если я прям как про папу слушаю А в-третьих, я все время Требую поддержки Порубите мне морковку Еще что-то А то есть вам нужно Чтобы, так сказать Женский батальон Стоял рядом Подготавливал Этот объем Объем пищи Которую я обычно готовлю В одиночку не поднять Поэтому мне нужны А съесть его можно потом Можно У нас соседи приходят Это мне знакомо Мама в театр моя уносит У меня папа тоже готовит Просто, да Ваш папа Нормальный мужик Готовит прекрасно Готовит так же нужно делать Не только убирать два дня Можно делать маленький ремонт После приготовления пищи Но Готовит невероятно вкусно Но съесть это тоже нельзя Потому что тоже мама с криками Мы же не рота солдат Успокойся Это мама на диете Периодически я тоже Поэтому дальше начинается Вынос еды На раздачу Я дичь готовлю Еще в последнее время Это очень здорово Перепелки знаете Какие вкусные? Не знаю Это потрясающе Я не ела перепелок Хорошо В августе откроют сезон Я вам пришлю Парочку Они маленькие Парочкой не обойтись Хорошо Ладно Договорились Сережа Я вот вычитала И хотела вас попросить Говорят что вас папа Обучил какому-то уникальному Способу чистки картошки Да? Вы до сих пор и так чистите? Да Да? А можете нам показать? Ну могу конечно Но давайте Благодарим Как я понимаю Способ заключается в том Чтобы можно было Сквозь шкурку Есть два варианта Читать Два варианта Нажав Посмотрите Как вам больше нравится Я реже сейчас Чищу картошку Я тоже буду чистить картошку Чтобы опозориться На вашем фоне Я тоже вынужден худеть Периодически Поэтому картошку вы не едите Сказал меньше есть картошки Реже ее чищу Но вот в армии Когда меня пытались Наказать там Значит И отправить в наряд на кухню Это было бессмысленно Потому что я получаю удовольствие От чистки картошки Чудесно Смотрите А какой-то такой созидательный момент Ну вот вроде как Должна быть она такая тоненькая Чтобы сквозь нее читать Да? Ну У меня тоже ничего получилось Кстати Нет Ну восторж Да Из этой шкурки тонко не сделаешь И ножик гнутый И надо чтобы прямой был А так в принципе То есть вы читали газетку Сквозь шкурочку Мы довольно голодно жили В те годы Про которые сейчас я снял фильм Однажды в Ростове Так И кроме картошки В общем часто ничего не было Ну и папа как-то Я так понимаю Что у него какой-то такой Экономическая такая функция Включалась И он говорил Надо тонко чистить что-то Ну Когда Когда Вот так вот Резали картошку Значит Ему становилось больно Папе Ему становилось больно Да Вот вы приехали из Ростова В Москву Да Жили в общежитии Вы не жили в общежитии Я не жила в общежитии Но я там бывала Да Юль Ну я там бывала Но уж так вы меня не унижаете Я не унижаю Даже себе не могу себе думать И представить Что такое общежитие Ваша жизнь уже состоялась Поэтому Если бы вы сейчас были девушка На выдании Боюсь были бы проблемы А так В смысле Вы на картошку сейчас смотрите? Да Вам не нравится как я картошку чищу? Вообще мне очень нравится Почему это вам не нравится Как я чищу картошку? Я довольно часто чищу картошку Сергеева в отличие от вас Потому что у меня двое детей Которые прекрасно едят Даже если я сама ее не ем Пошли оформления какие-то Далее наедине со всеми У меня была сложная ситуация Потому что Я как бы одновременно подставлял Двух женщин От удара общественного мнения То есть Ситуация была неловкая Одна была обманута жена Одна любовница На красной дорожке Я испытываю Неловкость Лучший способ победить врага И замечать его Быть чьей-то мечтой Это Ой Что же такое-то? Сергей Жигунов А почему вдруг все-таки в артисты? Хотели же стать археологом? Хотел, да А чего так? Несерьезно хотели? Я приехал к маме в институт Мама училась в Щукинском училище На режиссуре После восьмого класса Папа отдал меня в ПТУ Потому что я хулиганил в школе И я приехал к маме На летние каникулы Она заняла меня в какой-то учебной Не в своей Кто-то из Из ее однокурсниц Я что-то какого-то мальчика сыграл Потому что артистов не было летом Они на каникулы Они на каникулы ушли А режиссеры были И мальчика было некому играть Ну и после просмотра Главный режиссер театра Вахтангова Игорь Ильич Семенов Сказал Вы в каком классе учитесь? Я говорю Вот я в девятом Восьмой закончил Он говорит Ну приезжайте После десятого Мы вас приняли А папу произвело Сильное впечатление Меня забрали обратно из ПТУ И снова отдали в школу Вы перестали хулиганить? Ну да Нет Значит та школа меня не взяла Потому что мне сказали Нет Этого обратно нет Слава богу И меня взяли в соседнюю А две школы были в одном Здании Прям посередине разделенные Двадцатая и семьдесят пятая И две двери были вот так Причем недалеко Просто вот через этот дверь Почему их было две этих школ Не понимаю Я дальше заканчивал в школе Где учились ребята похуже Похуже Ну доучился Евгений Рыбанович забыл конечно О том что он меня приглашал То есть уже принял Ну тем не менее Я снова поступил Второй раз Ну так как-то Так и маюсь с тех пор Маму давайте вашу послушаем Маму Которая повлияла Несмотря на то что у него такой возраст Если он рассказывает мне Он придумывает сценарий Начинает мне рассказывать что-то Плачет Его это трогает Он не может один У него или планшет Или компьютер Или телефон Он не умеет быть один Без действия абсолютно Абсолютно И он скучает Когда Верочки нет Тогда бедная я У меня звонит телефон непрерывно Че делаешь Куда же говорить не о чем Он пустоту вокруг себя не приемлет Это друг Это характер Ему не надо Чтобы вокруг Что-то происходило Даже если Он не общается ни с кем Но он знает Что дома кто-то есть И ему спокойно Он стал относиться по-другому Совершенно И к дочерям И к Верочке Совершенно по-другому Они очень-очень Очень-очень нежно Друг к другу относятся Я наблюдала это раньше Этого не было А сейчас Это вот как бы Вот эта встряска Не дай Господь Конечно Не в каждой семье Что-то такое происходило Но открывает глаза На очень многое За ними Приятно наблюдать Я говорю Верка Ну роди мальчишку Она говорит Галину А если бы ему нужно было Я бы родила Потому что К сожалению Вот я боюсь Что с Машей Это уже произойдет Он весь в работе Это его Жизнь его Как бы Да Ну он говорит Про Юлю Я говорю Как там Юлечка Мы редко видимся Прикольная Вот так Все Все А та говорит Какой у меня Замечательный дедушка Он не разрешает Телевизор смотреть Все Все взаимоотношения На большая мама Не раскрутилась Видимо Вы как-то на меня Смотрите Каким-то таким С таким подозрением С каким-то хитрым Таким взглядом Вы чего Вы же ждете Какого-то подвоха Его не будет Да нет Я не жду подвоха Но Знаете Ну хорошо Раньше О своей семейной жизни Вы говорили То, что я эгоист Это не обсуждается Причем закоренелый Страдают от этого Те, кто рядом Близкие По-другому не получается Моя защита Чтобы мне эгоисту Не мешали Активное нападение У меня есть Своя манера Защиты жизненного пространства И вот сейчас Мама ваша говорит Работа, 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 работа Значит про внучку свою Говорите Прикольная Она радуется тому Что вы телевизор Разрешаете ей смотреть То есть Там семья набожная И ей не дают смотреть А вы разрешаете Когда она ко мне приходит Я сразу начинаю что-то показывать Ну не телевизор Я какие-то мультфильмы показываю Которые Находятся в категории сомнительных Ну то есть Ну погоди У нас сомнительные мультфильмы Потому что Непонятно Как себя волк ведет И пока там как-то Родители отвлекаются Я ее сразу включаю Вы быстрее Информируете И она смотрит Жадно очень Ну я имею в виду Относительно Хорошо быть плохим Развратителем Это хорошо быть Легко Все удобно Конечно Во-первых Никакой ответственности Во-вторых Все счастливы А по главе Вы не получаете за это? От кого? От точки Ну нет Что ты, мол Что ж ты, папа, делаешь? Побаиваются А, вас побаиваются? Конечно Вы можете Вы можете своему папе Что я эгоист Смотреть первый бейсбольный матч Контракт, ну это очень Ну да, да Младшая дочка Работает у меня на студии Это очень удобно Вы сейчас не видитесь ежедневно Да, я здесь Я как бы Решил этот вопрос Я ее вижу больше Чем жену Она режиссер монтажа Сейчас я сижу Монтирую картину Я каждый день Несколько часов Сижу с ней Работаю И еще вечером Она мне что-то показывает Поэтому Никакой проблем С ней дефицита Никакого дефицита общения Нет На выходные По вечерам Как-то еще приходят Старшие дети И Тоже дефицита нет Нет, все Все устаканилось То есть вот это вот Пока были маленькие Было трудно Потому что Их нет Они куда-то Где-то А сейчас они Все здесь И этого достаточно А у Маши было любимой Забавой Вашей дочери Спрашивать вас В каком она классе учится Да, она до сих пор спрашивает Сколько ей лет И я до сих пор не могу сказать Здорово Ну а что А дни рождения Своих близких Вы помните? Нет, нет Я помню дни рождения Год рождения Помню Но сколько лет Я не помню У меня был чудесный случай Несколько лет назад Я думал, что мне 47 лет А мне было 46 И когда был день рождения И я сказал Ну мне 48 Маша сказал Пап, тебе 47 Я говорю Чего это? Значит Долго считали А когда Я потерял Потерял год Непонятно Как это произошло Поэтому Знаете, Сережа У нас с вами Так получилось Одинаковый опыт С точки зрения Того, что Вы дважды женаты На своей жене А я дважды замужем За собственным мужем Вот как вы устроились Да Для меня это Бесценная история Потому что Потому что Она потрясающе Обучающая Для меня И я даже Когда мы снова С моим мужем Сошлись Подумала Что Как странно Что это не часто И тоже Ну происходит Что люди Расстаются Навсегда Те, которые прожили Вместе Долго И у которых есть Общие дети Что если Все-таки Дать время Друг другу Что если Дать Возможность Переосмыслить И признать Какие-то собственные ошибки А не обвинять Только партнера То Мне вдруг Даже показалось Что это неизбежный Путь друг к другу А как Вы Переосмысляли Этот опыт Что именно Вы имеете ввиду Какую часть Этого Сладостного процесса Ну вам пришлось Самому себе Говорить Какие-то там Жестокие Самому себе Слова И признавать Какую-то Свою собственную Ошибку Ну то Обо что Обычно Самолюбие Мужское Ломается Я Я мучительно Пытался найти Своё правильное Положение В пространстве Знаете Я Все время Понимал Что что-то не так Как-то Ну Немножко неправильно Как-то я сейчас Стою И Как-то надо Выровняться А как выровняться У меня не получалось Все время Как-то так Я В таком Несколько лет Находился В таком Как-то Заваливался Знаете Так вот Вроде Все хорошо А Как-то Вбок Куда-то И Я понял Что это связано С тем Что я Что-то неправильно Делаю Какое-то решение Неправильное Принято И Что-то Я не так Живу Как-то Вот Что-то Не так Вроде Хорошо Все Но Не так Вот А потом Я понял Что Вот надо Вот так Выйти Из этой Ситуации И вдруг Все стало Ровно И Как-то Все так Осело Успокоилось И мне стало Хорошо На вопрос Зачем я Разводился Совершенно Не могу Ответить Я его не ставила Нет Я сам Для себя Я не Не про Не про вас Поскольку вы Человек Пострадавший Это так же Как я Вы имеете право Задать мне эти вопросы Я абсолютно Это признаю Так бы не стал Отвечать Ну так Как-то Казалось Мне Тоже Казалось Что так Правильно Что тупик Тупик Здесь тупик А там У меня была сложная ситуация Потому что Я как бы одновременно Подставлял двух женщин Под удар общественного мнения Да То есть Ситуация была неловкой Одна была обманута жена Одна любовница Да И В связи с тем Что у меня были обязательства Перед обеими Я не видел Иного выхода Как Здесь закончить А здесь Как бы Ну Выровнять Да Ситуацию Когда никаких претензий Общество не могло предъявлять То есть Был скандал Пока я был женат Был скандал Как только я развился Скандал прекратился Потому что Это стало Ну Нормально Как у всех И Дела не во мне было То есть Я какие-то выполнял Обязательства Скорее То есть Потому что Страдали все Я очень рад Что это произошло Мы Скучно жили Как-то так Серо Знаете Уже Уже 20 с лишним лет Как-то так все Стало как-то Проседать Какая-то появилась Такая Не знаю Как это сказать Но Вы понимаете О чем я говорю Да Я думаю Это понимает Любой человек Который живет Долго в браке Нет Нет Это дело Даже не долго В браке Как-то Мне стало казаться Что Семья Как-то Я очень так работал Они видимо так привыкли Что я в стороне Когда мне понадобилась Поддержка Как-то Семья Я уже была Я уже была Не готова Мне что-то Отдавать То ли Я их так Запугал Уже К этого момента Не знаю В чем дело Но Я перестал Чувствовать От них Какую-то А мне было Нужно Очень Мне как-то Вот Нужно было И Не ощущение Что это все Умерло А потом Оказалось Что совсем Не умерло Что это Такое Какое-то Затихло Просто Немножко Мы прекрасно Живем Сейчас Действительно Вот Для нас и мужа Я думаю Имело решающим Значением Потому что У нас были Дети Достаточно Мало И это Заставляло Нас встречаться Дни рождения Новый год И так далее То вот Это как-то Постепенно Вдруг Стало Возможным Разговаривать Вдруг Засмеяться И вдруг Обнаружить Что слушай А мы друг другу Интересны И будет Ну собственно Тот же самый Процесс У вас были Взрослые Дети То есть Условно говоря У вас Не было Уже Никаких Взаимных Обязательств Такого рода Социального уровня Который Притягивает Супругов Вынужденно Мало того Было поделено Даже имущество То есть Вы полное Имели основание Просто не пересечься Больше никогда А чья заслуга В том Что Вы снова Появились На орбите Друг друга Верена Или ваше Верена Наверное Верена Нет Верена Потому что Вера могла Наверное Быть и замуж Еще раз И тогда Просто технически Было невозможно Некуда было Возвращаться Слава богу Этого не произошло Потому что Это бы Я сейчас метался До сих пор По всей стране А вот Вам не хотелось Друзья и люблю Их Очень люблю Но если что-то Такое происходит У меня такая Штука Так Оп И все Я иду дальше Я Приобретаете новых? Приобретаю Да Но я все равно Я иду дальше Я не останавливаюсь Я все время Если бы я стоял Наверное Как-то Я иначе бы себя вел Я иду У меня завтра В ледокол Да Я делаю шаг В следующий день И там другая жизнь уже И я каждый день Делаю этот шаг И я иду далеко С большой-большой перспективой Знаете При условиях производства Там полтора-два года сериала Я существую Такими категориями Знаете Вот И вся моя жизнь Как-то тоже так Стала существовать Такими категориями Слушайте А вы можете жить без плана Вот как-то Вот представить себе Я совершенно не Что завтра Вот нету ничего Ну не то что Там с перспективы А через месяц Начинается следующий проект Отпуск в смысле Нет А вот вообще Выбить такую Табуретушку из-под ног Под названием Планы Вот нету Нет ни одного проекта В производстве Нет А это только для вас звучит А вы перфекционист Да Я Дополируете До Да Если я не отобрать Я буду монтировать Это Пока оно не будет Блистеть Знаете Я тут читала Какую-то очень хорошую цитату По-моему Это Мэтта Дэймона Цитата Которая сказала Любое хорошее дело Можно загубить Если думать о нем Слишком много Я подумала Да Это верно Что можно перебирать Но есть какая-то мера У нас к сожалению Наоборот Все равно Всегда не доделываем Наверное Теоретически да Но на практике Вам лучше полировать И полировать Надо полировать Пока есть возможность Вот она есть Надо полировать Пока полируется Потому что потом стыдно будет Что-нибудь Где-нибудь вылезет Выплывет Надо делать Надо делать А вы по отношению К себе имеете Серьезный счет Ну я имею в виду Так сказать Профессионально Вы собой довольны Я раздражаю себя Катастрофически В качестве актера Или во всех качествах Я вчера смотрел Однажды в Росту И просто так вот Сел Знаете Так вот сделано И подумали Что за плохой артист Играет эту роль Да Что же это такое Что 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 Ой 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 Думаю Да Далее Наедине Со всеми У меня здесь В этой студии Была кинорежиссер Светлана Дружинина И знаете Она обозначила Одну тему Которую Вот она Неприкасаемая Она сказала Сергей Жигунов Просто не произносите При мне это имя Ну хорошо ей так Ей нравится так жить Она так живет Уже лет 20 Вы ее как-то так Сильно обидели Да Сильно обидел Сознательно Если о моей жизни Написать книгу Опять про деньги Самое мучительное чувство Стыд Что бы я сказал Шекспировскому Ромео Да ладно Что мы себе Другую не найдем Сергей Жигунов У меня здесь В этой студии Была кинорежиссер Светлана Дружинина И знаете Она обозначила Одну тему Которая Вот она Неприкасаемая Она сказала Сергей Жигунов Просто не произносите При мне это имя Ну хорошо ей так Ей нравится так жить Она так живет Уже лет 20 Вы ее как-то Так сильно обидели Да Сильно обидел Сознательно Сознательно Да То есть вы способны На такую осознанную жестокость Какую же жестокость Я больше Сильно обидел Больше ничего не делал В каждом интервью Я хвалю Светлану Сергеевну Тепло Не отзываюсь Но была история Когда Володя Шевельков Не попал Во вторые Градемарины И Я не хотел сниматься В качестве протеста Вы не хотели сниматься? Да Я отказывался И мне Светлана Сергеевна Пообещала Что Роль будет Другая То есть это будет Еще один брат Как бы Два брата Младше и старше Володя там учится Где-то в университете А вот этот парень Который появится Он будет Как бы еще один Родственник какой-то Из этой же С этой же фамилии Но с другим именем И Съемочный период Построили таким образом Что сцена Когда Мы впервые встречаемся Она стояла В последний съемочный день И Принесли текст Оказалось Что это тот же персонаж И И отказался сниматься В третьих Градемаринах Я В это время Вел кинопанораму И я в кадре По телевизору Казалось Что Я взял Володю Шевелькова Снял репортаж Значит Про сердца трех Которые мы делали И В финале программы Пошел титр о том Что я не буду сниматься В продолжении Сериала Градемаринах И это стало Таким вот Рубежом Да И вот Двадцать лет С тех пор При упоминании Моего имени Светлана Сергеевна Рассыпается на куски То есть Для вас Человеческая Всегда выше Профессионального Не знаю Я так Чувствовал Так Я считаю Что я был прав Вы Сняли Картины Тремушкетера Да Но это же Отчаянная смелость Когда существует Да ладно Вы просто Там Костюмный фильм Знаменитый роман Но уже есть Тремушкетера Да Но есть они Да Ну И Боярский Мой Товарищ А зачем Дело в том Что я почти не видел Ну на мой взгляд Правильных экранизаций Этой чудесной книжки Потому что То что Тот фильм Который у нас есть Это такая Пародия Мюзикл Водевиль Это как бы то Что Снимают После того как В стране уже есть Одна, вторая, третья, четвертая Вот шестая Мультфильм И потом можно такую Да Это очень клево В этом смысле Да Она не может быть Основной версией Понимаете Все таки Книга Она про другое И другая Давайте послушаем Актера Юрия Чурсина Как режиссер Я никогда не видел Кинорежиссера Находящегося В таком настроении В такой форме В таком легком ощущении Как будто Происходит Какая-то Вечеринка А не Сложный Съемочный процесс Это Заражающее Такое впечатление Потому что Накануне Может происходить Все что угодно Можно расстаться В каком-то После какого-то Невероятного Кутежа И В общем Еле-еле Собрав Мысли И Все силы Как-то Встретиться Вновь На рабочей площадке Кристаллом Выглядит Сергей Викторович Жигунов Ничто его не берет Вот лично Себя И С Благодарностью Судьбе И Непосредственно Сергею Жигунову Я знаю Что Есть человек Который В какую-то Минуту Когда у меня Возникает вопрос У меня есть человек Которому я могу Позвонить И посоветоваться То есть Какие-то Задать вопросы И услышать Именно его мнение Потому что Потому что В какой-то момент Он может дать Очень объективную Точку зрения А вот это Такая тоже Еще одна ступень Жизни Когда вы для кого-то Становитесь авторитетом Это Не знаю Здорово Или Пугающе Да не хочу я быть Никаким авторитетом Не надо на меня равняться Когда уже есть Чего отдать А уже есть Чего отдавать В профессиональном плане Абсолютно естественно То есть Когда ты Поворачиваешься И видишь Что человек Рядом с тобой Ожидает Нет-нет И не понимает В какую сторону Двигаться А тебе достаточно Сказать 2-3 слова Чтобы ему стало легче И он понял куда ему Даже если это не ты режиссер И не твоя картина И Ты это должен делать Потому что А кто еще Сереж Спасибо вам большое Вы знаете У нас есть традиция Мы в конце передачи Дарим подарки Нашим героям Нам всегда хочется найти Что-то такое Вот для человека Приятное Мы дошли уже До понебратства Я бы сказала Некоторого такого В этом подарке Но я надеюсь Что вы поймете нас правильно Мы ни в коем случае Не хотим пересекать Каких-либо границ Но Это халат Но это халат Нерваный Удобный Приятный Такой знаете Коротенький Коротенький В нем В нем можно В нем можно В нем можно Так сказать Знаете как бывали Кабинетные халаты Такие Когда дома В кабинете Заходи Заходи любезный Поговорим Ну в общем Как-то найдете Вы ему применение Заходите Рвите в клочья Ходите в нем По саду Спасибо вам большое Спасибо Ждите новых героев Я думаю Ну куда я дену Этот мешок с деньгами Я положил его под голову Лег спать На подушечке-то и доехали Захар Прилепин Ну нет Он был не голый Естественно Ой я тебе потом скажу Екатерина Рождественская Знаешь Что у тебя впереди Передача наедине со всеми И так вот Строешь Потом уже заснуть не можешь Андрей Ильин Это твой Муж Она говорит Причем тут я Этот ваш сын Я говорю Нет извини Я его передала тебе 30 лет назад Лариса Маливанная Кайфуют те Кто рядом стоят